Приветствую вас. Вы знаете, ваш вопрос, он довольно такой действительно простой, но связанный с тем, что именно ваша мама, она сформировавшаяся человек, она сформировавшаяся лично. И именно из-за этого, из-за того, что она сформировавшаяся человек, из-за этого представляется сложным как-либо ее поменять, если она только лишь сама этого не хочет. То есть, смотрите, какая получается ситуация. То, что вы пишете, то, что вы описываете, как когда говорите о том, что она хочет помогать, помогать постоянно, когда она хочет постоянно что-то делать для своих детей, это срабатывает механизм такого, знаете, своего рода это механизм сублимации. То есть, когда родитель так активно, упорно, настойчиво пытается помочь своему ребенку, это может свидетельствовать только о том, что сам родитель, ну, обладает определенными проблемами и не осознает этого. Не осознает того, что у него, у родителей, имеется в виду, есть какие-то вот трудности, какие-то сложности, какие-то неразрешенные, там, противоречия и прочее. Родитель этого, как правило, не осознает. И из-за того, что вот как раз этого осознания у родителя нет, возникает проблема, возникает трудность, потому что человек пытается, значит, свои какие-то невыраженные желания реализовать через детей, а, естественно, дети, ну, они, вот, например, вы, воспринимают это негативно, то есть им не нравится, что мама так и так чрезмерно лезет в их жизни. И это нормально, что им не нравится. Значит, своей маме вы объяснить, вот именно объяснить, скорее всего, ничего не сможете. Просто потому, что она не воспринимает вас всерьез и не считает, что, ну, вы можете как-то вот отвечать адекватно за себя, да, за свою жизнь и так далее. И единственным вариантом в этой ситуации для вас, это не обращать на нее внимание, действовать так, как считаете нужным вы, действовать так, как кажется правильным вам, и не просто-напросто не обращать внимание на вашу маму. То есть, смотрите, ее желание вам помочь, оно, безусловно, хорошее, оно, безусловно, паспальное. Но, как вы сами, наверное, догадываетесь, что ваша мама только вредит вам, когда пытается это делать. И чтобы она поняла, что она не права, нужно перестать с ней спорить. Перестать с ней находиться в конфронтации и вместо этого просто-напросто молча спокойно делать то, что вы считаете нужным. При этом, внимательно подумать, чего вашей маме не хватает, при этом пытаться чем-то вашу маму занять, чем-то ее увлечь, какие-то придумать себе новые способы, например, силфуга, хобби и так далее. То есть, чтобы ее энергия, которая у нее есть, чтобы эта энергия направлялась куда-то в другое русло. То есть, не на вас, например, не на вашу жизнь, а в другое русло, скажем, вот как раз собственная жизнь, например, вашей мамы. Вот это то, что можно реально сделать. И когда и если вы сможете так вот эту ситуацию претянуть, что именно мама будет собой заниматься, мама больше будет на себя обращать внимание, чем на вас, да, и так далее. Конечно, ситуация станет полегче, потому что человек просто не в силе будет успеть и там, и успеть в другом месте. То есть, успеть, например, помочь вам и заниматься чем-то своим, мама не сможет. И из-за этого она будет делать выбор. И если вы правильно подберете то, чем ей нужно заниматься, то этот выбор ее увлечет и она будет меньше внимания обращать на вас. Отдельно с этим, параллельно с этим, сделайте такой, знаете, запретный стему, ну как, не запретный, а скажем так, игнорируемый вами стему ваших отношений, вашей личной жизни. То есть, когда она начинает что-то делать, она начинает что-то говорить, просто игнорируйте ее, не обращайте внимания, перед этим один раз сказав о том, что свою жизнь вы выстроите сам. Вот один раз сказали подобное, и в принципе, дальше вам нужно просто следовать вот этому вот идее, этому принципу, который вы озвучили. Это будет самое правильное, что вы можете сделать в этой ситуации, но учтите, что вашу маму нет переделать, и учтите, что если она сама не осознает свои психологические проблемы, то помочь ей возможности не представляется. Потому что если человек не хочет, то насильно помогать, но, понятное дело, возможности нет. Тем более, тем более, женщины, которые уже довольно в возрасте, и у которых свои какие-то взгляды, установки, которые она считает правильными, правильными, и менять, которые ей бесконечно, безумно, тяжело и страшно. Кстати, именно эта причина толкает ее на то, чтобы, собственно, действовать именно так, как она действует. Я желаю вам всего доброго, всего доброго, желаю вам удачи, я надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вы захотите оставить дополнение на свой вопрос, пожалуйста, после того, как она пишет, не дайте мне знать, что же в личку я прочитаю и наполню свой ответ. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok